Это удивительная и мистическая история начиналась так. Осенью 1809 года в Санкт-Петербурге пропадает без вести русский морской офицер Николай Александрович Хвостов. А через полгода, в апреле 1810 года, на другом конце света, в Центральной Америке, впервые появляется никому неизвестный некий офицер Боливер. Чтобы понять все хитросплетения, давайте немного вспомним, кто такой Хвостов. Николай Александрович Хвостов родился 28 июля 1776 года в богатой семье. Семилетотру он был определен в службу в морской кадетский корпус. В 14 лет молодой гардемарин уже принял участие в двух морских сражениях против шведов и получил даже золотую медаль. После заключения мира в 1791 году произведен в офицеры. К началу 19 века родители Николая обанкротились и все финансовые тяготы легли на плечи молодого офицера. Поэтому, когда молодому талантливому моряку предложили перейти на службу в 1802 году в недавно образованную российско-американскую компанию, занимающуюся освоением американского континента, оплатили там в разы больше, чем простым офицерам в армии и на флоте, Николай с радостью согласился. Демир посмотреть молодому моряку очень хотелось. В начале 1806 года лейтенант Хвостов, командуя торговым судном Юнона в сопровождении корабля «Авось» под командованием Мичмана Давыдова, совершил поход с русской Аляски в Калифорнию. История плавания этих кораблей послужила источником для создания поэмы Андрея Вознесенского «Авось», по мотивам которой поставлена знаменитая рок-опера Алексея Рыбникова «Юнона и авось». Хвостов и Давыдов входят в число персонажей и поэмы, и оперы. В конце 1806-1807 годов Николай Хвостов и Давыдов по негласному приказу Николая Петровича Рязанова, одного из руководителей русско-американской компании, совершили несколько опустошительных рейдов на северные японские острова, с целью защитить Айнов, местных коренных жителей Курил и японских островов от японского геноцида. Операция была блестяще произведена, японцы уничтожены, а их имущество передано местным жителям Айном. Но в это время неожиданно умирает руководитель русско-американской компании Рязанов, тот самый, кто и дал им это указание. А по возвращению в Охотск, вместо награды, которую обещал Рязанов, за самоуправство и убийство японцев, Хвостов вместе с Давыдовым были арестованы и посажены в тюрьму. Отсидев несколько месяцев в тяжелых условиях, офицеры решились на побег. Через полгода бессиленные моряки добрались до Санкт-Петербурга, где их опять задержали и хотели даже предать военному суду. Спасло офицеров то, что в это время на Балтике шла война со шведами, и главнокомандующий финляндской армии граф Бухвнезден срочно затребовал опытных офицеров-моряков, которых у него катастрофически не хватало. Вместо казни офицеров отправили на войну. На войне они проявили чудеса героизма, их простили, но опало не спало. Теперь им обоим была закрыта дорога в русско-американскую компанию и даже запрещен выезд за границу. Друзья в полном отчаянии. Боевые морские офицеры, вдохнувшие в воздух свободы, авантюристы и герои теперь пожизненно отстранены от флота и отправлены в отставку. Что может быть хуже всего для молодого морского офицера? Чтобы не умереть от тоски по морю, Давыдов и садится за мемуары и берется за описание своих путешествий в Америку. Уже начинает печататься первая книга «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова», писанная «Сим последним», и рождается второй том с описанием языка айнов, нравов и обычаев. И вдруг все оборвалось. Нелепая, неожиданная смерть сгубила наших героев с разумом, двоих вместе. В октябре 1809 года оба они якобы трагически погибли на Неве. И в этой смерти много странного. Тут и начинается настоящая детективная история. Как это было? Об этом есть несколько версий. Вот одна из них, изложенная академиком Санкт-Петербургской академии наук XIX века Яковом Карловичем Гротом в примечаниях к стихам Державина. Неожиданно 4 октября 1809 года в Санкт-Петербург приезжает старый знакомый Давыдова и Хвостова, известный американский судовладелец Вульф. Тот самый, с которым они подружились еще на Аляске и плавлю вместе к испанским колониям. За день до его отплытия обратно в Америку, Вульфа, Давыдова и Хвостова приглашает себе на ужин на Васильевский остров знакомый профессор и этнограф Лансдорф. В два часа ночи Хвостов и Давыдов, якобы будучи пьяными и пытаясь при помощи проходящей барки перебраться по разведенному Исаакиевскому мосту с Васильевского острова на другую сторону Невы, не удержались, упали в воду и утонули. Их трупы так и не были найдены. Рано утром из Петербурга спешно отплыл корабль Вульфа в Америку. Когда через несколько лет Вульф обратно вернулся в Санкт-Петербург, его допросили из следственного отдела о судьбе русских моряков, которые как в воду канули, исчезли. Вульф рассказал, что пьяные офицеры якобы погибли при переправе на другую сторону Невы. Он торопился и боялся, что его задержат на долгое время в полиции, поэтому и не доложил вовремя. Но в эти сказки никто не поверил. Все тот же академик 19 века Гротт вспоминал, вдруг оба они пропали без вести, а как в это же время американский купеческий Брик прошел без осмотра при сильном ветре мимо бронтвахты за Кронштадтом и не заявил бумаг. Но многие, зная беспокойный дух Хвостова и Давыдова полагали, что они по страсти и приключениям ушли в Америку. Это казалось тем более вероятным, что шкипер американского Брига, названный выше Вульф, был приятель Хвостова и Давыдова, оказавших ему услугу в ситхе. Наряжена была комиссия для следования дела, но она ничего не открыла. Обыскали всю него в том районе, но трупы так и не были найдены. Офицеры просто бесследно исчезли. Напомню, Джон Вульф был большим другом этих офицеров, особенно Хвостова. Бригантина Юнона, которой командовал Николай Хвостов, была приобретена у судвладельца Вульфа. Русско-американская компания переплатилась лихвой за это судно. Вульф и Хвостов вместе ходили к берегам Филадельфии, сблизились и с этого момента стали настоящими друзьями. Поэтому не исключено, что Вульф помог инсценировать смерть своих друзей, чтобы те спокойно покинули Санкт-Петербург. Напомню, что в начале 19 века, во времена царствования Александра I, особенно до войны 1812 года, в России был настоящий железный занавес, и просто так уехать за границу было невозможно. Нужен был специальный паспорт, который выдавали только участникам русско-американской компании и дипломатическим сотрудникам. Простой дворянин был невыездным и за попытку покинуть Россию – каторга. На вероятность факта победы обратили внимание многие современники. В гибель офицеров не поверили и в следственные комиссии. Даже была назначена комиссия и специальное расследование. По русско-американским колониям были разосланы уведомления с розыском Хвостова и Давыдова. И вот почему все тут же вспомнили, что Николай Хвостов в последний год неоднократно говорил, что бредит Америкой и всеми правдами и неправдами в скором времени сбежит из Санкт-Петербурга. Побывав в 1806 году на другом континенте в испанской колонии, Хвостов открыто, восторженно высказывался о борьбе колонии за свою независимость. Давыдов тоже мечтал перебраться в одну из американских колоний на постоянное жительство и просто ждал подходящего момента. И когда через несколько лет в Санкт-Петербурге впервые появился портрет знаменитого борца за независимость новосвета Боливера, то многие современники увидели поразительное сходство с пропавшим без вести Хвостовым. А друзья с облегчением вздохнули, приговаривая, не утонул наш товарищ, а сбежал в Америку. С этого момента и появилась легенда, что Симон Боливер и Николай Хвостов это одно и то же лицо. А если хоть какие-нибудь подтверждения, что Симон Боливер и Николай Хвостов это одно и то же лицо? Однозначно ответить сложно, но некие факты заставляют задуматься, что с Боливером что-то не так. И вот почему. Казалось бы, история о жизни национального героя Венесуэлы Симона Боливера всем хорошо знакома и подробно изучена. Снято немало фильмов и написано сотни книг про самого влиятельного и известного из руководителя восстания за независимость испанской колонии в Америке в первой половине 19 века. Но не все так просто с его биографией, как кажется на первый взгляд. Детские и юношеские годы наполнены туманом, пустотой и откровенными домыслами. А если честно, то все ранние годы Боливера это фальсификация. Что мы знаем из официальной его биографии? Отец Боливера полковник Дон Хуан Винсента в январе 1786 года скончался. Воспитанием молодого Боливера занялась супруга Мария, которая умерла вскоре от туберкулеза в 1792 году, когда Симону было 9 лет. Когда умерли его родители, опекунство над ним и его имением отошло к его деду, который в этот же год тоже скончался от того же туберкулеза. Опекунство перешло к некому загадочному дяде, которого молодой Симон никогда в глаза и не видел. То есть к 9 годам Боливер остался сиротой. Воспитанием юного Симона по завещанию якобы занимались няня-негритянка Ипполита и какой-то учитель Родригес. Далее почти 10 лет никакой достоверной информации. Мол, просто уехал в Европу, в Англию или Францию, ума-разуму набираться. Говоря простыми языком, родители, всеродственники и близкие умерли. Воспитанием малолетнего Боливера занимаются посторонние люди. Почти до 20 лет нет никаких сведений о его жизни. Он просто не существует. По официальной легенде в мае 1802 года Боливер, находясь в Европе, якобы обвенчался с испанской аристократкой Марией Тересой, которая тоже умирает от лихорадки сразу же по возвращению молодых в Венесуэлу. Удивительный факт. Все мрут, как мухи, кто мог бы подтвердить существование молодого Боливера. Потом опять долгие годы, ничего не известно о нашем герое. Первая информация о нашем герое-освободителе появляется именно в 1810 году. То есть до 1810 года об Боливере ничего не известно. Его не интересует судьба угнетенных народов Центральной Америки. А с 1810 года он неожиданно ярый противник Испании и пламенный борец за независимость всех стран Центральной Америки. Напомню, русский морской офицер Николай Хвостов пропадает без вести в Санкт-Петербурге осенью 1809 года. А через полгода в апреле 1810 года на другом конце света в Центральной Америке впервые появляется никому неизвестный, но весьма якобы богатый, хотя никакого богатства никто в глаза и не видел, некий офицер Боливер. Чудеса, да и только. А теперь поговорим о внешности Боливера, и это тоже очень интересно. Многие возразят, что Симон Боливер и Николай Хвостов вроде бы сильно отличались друг от друга, мол американский герой напоминал высокорослого богатыря, таким его сегодня не изображают на многих картинах. А русский офицер явно ростом не вышел, был маленький и щуплым. Но все это откровенный вымысел. Современные художники любят изображать Боливера красавцем, человеком исполинского роста, на могучем коне, со шпагой в руке. Однако этот образ столь же далек от подлинника, как и все вымышленные книги о Боливере. Такого Боливера никогда не существовало в природе. Образ Боливера сильно приукрашен. Вот как описывает Боливера его личный адъютант, ирландец Олири в своих мемуарах. Боливер был маленького роста, с олбом испещренным с раннего возраста морщинами, над его черными живыми глазами нависали густые правильные формы брови, прямой длинный нос, выдвинутые скулы, впалые щеки, некрасивый рот и довольно толстые губы. Зубы ровные и белые, уши большие, волосы черные, тонкие и вьющиеся, грудь узкая. В мемуарах современников Боливер всегда описывается, как мужчина ниже среднего роста, худощавый, нервозный, порывистый в движениях, беспокойный и властный. Все авторы обращают внимание на его выдающийся лоб, прорезанный глубокими морщинами, длинный острый нос, глубокие глазные впадины и большие, черные, очень живые глаза. Боливера часто сравнивали с Наполеоном и внешне, и по характеру. Но такую же внешность имел и Николай Хвостов. Он тоже был щуплый, невысокого роста, с выразительными черными глазами, с длинным прямым носом, большими ушами и кучерявыми жгучими волосами. Жалко, что не сохранилось ни одного портрета Хвостова. Ни одного. Но описаний его внешности и характера много. Хотя Николай и был, мягко говоря, невысокого роста и узок в плечах. Как подросток. Но тоже отличался небывалой смелостью, резкостью и властностью. История доказывает, что придумать себе биографию не так уж и сложно, особенно когда все родственники мертвы. И нет ни одного свидетеля твоего детства. К тому же, легендарную историю Боливера, особенно его детства, мы сегодня знаем только с его слов, а не из исторических документов. Симон рассказал ее американским журналистам во времена объявлений независимости, которые подхватили сказки и распространили историю мальчика, якобы из богатой семьи Нового Света, по всей Европе и России. А теперь все, особенно сами жители Центральной Америки, верят в этот миф. 17 декабря 1830 года умер самый известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке Симон Боливер. Или выдающийся русский морской офицер Николай Александрович Хвостов. Так ли это или нет, сегодня можно лишь догадываться. История России скрывает от нас немало удивительных тайн. На этом я заканчиваю. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!